Здравствуйте, меня зовут Шлаевский Николай Владимирович. Сегодня рассмотрим процессуальные сроки в гражданском процессе по теме, актуальной на 2020-й, начало 2021 года. Будем использовать, помимо тех учебников, которые раньше использовали, гражданский процесс, учебник для студентов высших учебных заведений под редакцией Яркова, также учебник гражданский и арбитражный административный процесс в схемах с комментариями Князькин и Юрлов. Дополнительно будем использовать гражданский и процессуальный кодекс в редакции от 8 декабря 2020 года. Дело в том, что в этих учебниках, там теория хорошая, но ссылка на законодательство уже не актуальна становится, и поэтому нужно пользоваться действующим гражданско-процессуальным кодексом в действующей редакции. Видите, да, последняя редакция была от 8 декабря 2020 года действующая. Понятие и значение процессуальных сроков. Своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел – одна из основных задач гражданского судопроизводства. Дело в том, что дела могли бы рассматриваться неопределенное количество времени, если бы не было каких-то ограничений. И, например, дело в суде общей юрисдикции должно рассмотрено в течение двух месяцев с того момента, как оно поступило в суд, когда оно принято к производству в суде. Если оно рассматривается больше двух месяцев, тогда на основании шестой статьи Гражданского процессуального кодекса можно обратиться на имя председателя суда с заявлением на ускорение рассмотрения дела. У меня в этом году была такая ситуация, я подал до пандемии заявление в Таганский районный суд города Москвы по поводу наследственных вопросов. И дело не было с 25 февраля рассмотрено по состоянию на июнь месяц. Сначала я это связывал с тем, что идут процессы с пандемией связанные, что суд граждан не приглашает. Но потом вижу, что дело, как зарегистрировано было там в феврале, так ничего на сайте не изменилось. Даты не назначены, без движения вроде не оставлены. Никакого движения не происходило несколько месяцев, а это ненормально. То есть я после этого написал через Газправосудие заявление на имя председателя Таганского районного суда. И мне на следующий день после того, как я в электронном формате Газправосудие, это государственная автоматизированная система правосудия расшифровывается. На следующий день позвонили помощник судьи, сказала дату, когда заседание будет назначено. В общем, реакция была молниеносной. До этого никакой реакции не было. Через какое-то время суд рассмотрел мое заявление по существу, удовлетворил требования. То есть если вы сталкиваетесь с тем, что вы обратились в суд, а судья не торопится дело рассматривать, есть такой инструмент, как заявление на имя председателя об ускорении производства. Это также называется волокита. И бороться с волокитой нужно. А раньше, когда не было сроков каких-то установлено, то с графом могли из-за каких-нибудь землевладений судиться годами, даже десятилетиями. Сейчас, слава богу, сроки сведены до двух месяцев. У мировых судей и вовсе один месяц составляют. То есть если нет каких-то осложнений в деле, не назначена какая-нибудь экспертиза, не привлечены новые стороны, судья должен рассмотреть, соответственно, дело в срок. Чем чревато для судей, если она затягивает рассмотрение дела? Во-первых, у судей помимо оклада есть всякие премии. Если на нее поступит жалоба, она рискует тем, что ее председатель суда лишит ее премии. То есть у нее может напрямую отразиться на зарплате. И поэтому суди стараются дела сейчас рассматривать все-таки в двухмесячный срок. Но если все-таки какие-то есть нарушения, вы можете такое заявление написать. И это должно ускорить процесс. Пункт 1 статьи 6 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод устанавливает, что каждый человек имеет право при определении его гражданских прав и обязанностей на справедливое, публичное и разбирательство дела в разумный срок. То есть эта статья Гражданско-процессуального кодекса, она корреспондирует международному законодательству. И до изменения в действующую конституцию Российской Федерации у нас был приоритет международного права над нашей конституцией и внутренним законодательством. Сейчас наше внутреннее законодательство считается, что если есть какие-то противоречия, то оно в приоритете наше законодательство, а не международное. Но поскольку Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, она никак не противоречит эти положения, они друг друга дополняют, поэтому мы здесь в рамках цивильного права полностью имеем право требовать от суда своевременного рассмотрения дела. Когда я возглавлял Третьейский суд, у нас разбирательство, мы заявляли, что происходит в течение одной недели. То есть если суды общей юрисдикции рассматривают мировой суде месяц, а городской суд рассматривать будет два месяца, мы декларировали, что мы за неделю рассматриваем. То есть через неделю уже решение было готово, и оно даже не обжаловалось, и можно было получить исполнительный лист и идти к судебным приставам. Для чего это все нужно? Какие-то сроки? Например, вы обратились, чтобы в вашу пользу взыскали деньги. И, например, вы поставили какой-то товар, а точнее поставка это уже больше не для гражданского процесса, а для арбитражного. Все-таки продали какой-то товар, а с вами деньгами не рассчитываются. И вы рискуете тем, что человек, который у вас купил этот товар, он его может перепродать кому-нибудь, и в итоге ни денег вам не заплатят, и товар вы не сможете обратно забрать, если вам за него не заплатили. И чем быстрее дело будет рассмотрено, тем эффективнее будет процесс восстановления нарушенных ваших прав. Потому что помимо принятого решения суда, еще должны приставы быстрее отреагировать. То есть, чем ближе восстановление нарушенных прав к моменту совершения вот этого нарушения, тем больше шансов на восстановление этих нарушенных прав. И, например, есть заявление об обеспечительных мерах, которое можно подать одновременно с исковым заявлением. Его суд вообще рассматривает в течение суток, с момента поступления. И он может быть отказать в удовлетворении заявлений об обеспечительных мерах, а может удовлетворить заявлений об обеспечительных мерах. Кто еще играет в игры на своих телефонах, пожалуйста, не играйте. Ведите конспект. Не надо, сиди тоже тут. У кого-то, может, ручки нет. Я могу дать, чтобы этот конспект ввели, потому что вы как будете дальше-то? Значит, судья рассматривает обеспечительные меры в течение суток. Для чего это надо? Обеспечительные меры, они необходимы для того, чтобы решение суда было исполнимо. То есть, если в свое время не принять обеспечительные меры, то имущество, деньги, они могут пропасть. И чтобы этого не случилось, чтобы можно было по решению суда эти деньги, имущество получить, либо потребовать исполнения какой-то обязанности или воздержания от исполнения каких-то действий, принимаются обеспечительные меры, которые к немедленному исполнению направляются судебным приставом. Поэтому сроки есть разные. От этого есть замешательства. Они еще причем меняются регулярно. И, честно сказать, даже у меня каша в голове, когда какой срок нужно обжаловать какое-то решение. Поэтому, если вы какое-то решение получили, и вас он не устраивает, вам обязательно нужно проверить. Потому что раньше, например, срок на обжалование судебных решений составлял 10 дней. Сейчас срок на обжалование судебных решений составляет 30 дней. Ну, один месяц, точнее. Один месяц. А, например, на определение частная жалоба подается в 15-дневный срок. Вот везде все сраки разные. Я считаю, что это не очень хорошая практика, что законодатель так путает всех со сроками. Проще, мне кажется, унифицировать было бы сроки и всем дать, например, месяц на все судебные акты обжалования. Вместо того, чтобы на что-то 15 дней, на что-то 30 дней. Проще это все привести к общему знаменателю. И я считаю, что множество сроков можно было бы вовсе сделать, раз в Гражданском кодексе считается разумным сроком 7 дней. Можно было бы 7 календарных дней сделать. Но как раз изменения, которые претерпел в прошлом году Кодекс Гражданско-процессуальный, они касались от того, что нерабочие дни, они исключаются из течения срока, если срок исчисляется в днях. Раньше, когда мы попадали на зимние каникулы, новогодние каникулы, рождественские, то очень много было после каникул пропущенных сроков, потому что они длятся больше недели. Почти две недели выпадают из работы. И зачастую перед Новым годом суды работают в основном на то, чтобы сдать отчетность различную и мало работают с гражданами, с организациями. Организация в итоге не имеет возможности получить судебные акты своевременно. А потом, после каникулы, у них начинается оврал, что они вдруг получают эти судебные акты, а сроки уже горят по обжалованию. Так вот, чтобы этого не происходило, выходные и нерабочие дни принято исключить. В принципе, это доработан был Гражданский процессуальный кодекс, хотя другие уже процессуальные кодексы, арбитражный процессуальный кодекс, кодексы об иностративном судопроизводстве, они уже были доработаны в этой части. И в той или иной формулировке они исключали нерабочие дни из течения сроков, которые исчисляются днями. Понятие процессуального срока это предусмотренный законом или назначаемый судом определенный промежуток или момент времени, с которым процессуальный закон связывает возможность, необходимость совершения конкретных процессуальных действий либо наступления иных правовых последствий. То есть есть сроки, которые уже прописаны для всех и для каждого в Гражданском процессуальном кодексе, а есть сроки, которые судья сама предоставляет. Например, поступило заявление исковое и оно не соответствует требованиям Гражданского процессуального кодекса, тогда судья оставляет его без движения. Например, не оплачена государственная пошлина. Не оплачены эти судебные расходы в виде государственной пошлины и судья предлагает ее оплатить и предоставляет срок. Судья может поставить любой срок, допустим, неделю, две недели, для того, чтобы этот вопрос был устранен. Сами по себе процессуальные сроки всегда находятся во взаимосвязи с соответствующим процессуальным правом либо процессуальной обязанностью. Если отдельный юридический факт можно отделить, вычленить из юридического состава, то процессуальный срок всегда как бы привязан к соответствующему процессуальному праву либо процессуальной обязанности. Процессуальное право, права и обязанность не может находиться вне времени. Любое возникшее процессуальное правоотношение всегда хронологически конкретно. Поэтому, подобно человеческой жизни, большинство процессуальных прав и обязанностей живут в строго отведенное им время и прекращаются, изменяются, либо вследствие какой-то внешней причины юридических фактов, либо в силу своей внутренней временной ограниченности. В схеме мы видим процессуальный срок – это промежуток времени, предусмотренный законом или назначенный судом, с которым процессуальный закон связывает возможность необходимости совершения конкретных процессуальных действий, наступления иных правовых последствий. Значение процессуальных сроков устанавливает временной режим для совершения процессуальных действий, препятствует неоправданному затягиванию процесса, дисциплинирует участников процесса. Таким образом, процессуальные сроки по субъекту установления бывают установлены законом или установлены судом. То есть, либо это уже прописано в Гражданском процессуальном кодексе заранее, либо судья в своем определении указывает конкретный срок. Первая группа процессуальных сроков наиболее многочисленная. Закон закрепляет сроки совершения процессуальных действий на всех стадиях гражданского и арбитражного процесса, адресованные всем участникам процесса, включая суд. То есть, в законе, поскольку сам судья себе срок не может установить, закон за него это делает. Например, срок судебного разбирательства в суде общей юрисдикции первой инстанции составляет 2 месяца со дня поступления искового заявления в суд, как я говорил. В арбитражном суде 3 месяца. Срок перерыва судебного разбирательства не может превышать 5 дней. То есть, иногда есть необходимость у суда дело не откладывать, не приостанавливать, а сделать перерыв. И перерыв, соответственно, максимум 5 дней может составлять. То есть, в это также не включаются рабочие дни. Ну, не рабочие дни. То есть, если у вас, например, заседание идет в понедельник, то судья может отложить на следующий понедельник, либо на более короткий срок. То есть, судья берет, смотрит расписание, смотрит, когда у нее есть окошко на неделе и может объявить перерыв. Тогда и не потребуется снова стороны эти извещать, если, соответственно, они были в судебном процессе. Для нее это такое более легкое решение вопроса, когда не хватает каких-то доказательств или какой-то информации не поступило из-за требованных источников. Вторая группа процессуальных сроков – это сроки, устанавливаемые судом, адресованные лицам, участвующим в деле, и лицам, содействующим правосудию. Например, судом устанавливают сроки совершения участвующими в деле лицами действий в рамках подготовки дела к судебному разбирательству. В зависимости от субъектного состава, процессуальные сроки можно разделить на три группы. Сроки для действий, совершаемых самим судом. Сроки для действий участников процесса и иных лиц, обязанных выполнять предписание суда. И сроки, устанавливаемые одновременно для суда и участников процесса. То есть, для себя, для участников и одновременно для суда и для участников. Сроки для действия, совершаемых самим судом. Данная группа сроков обладает следующими особенностями. Во-первых, сроки для действия, совершаемых судом, устанавливаются только законом. При их установлении законодатель должен исходить из требований ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в соответствии с которой каждый человек имеет право на определение его гражданских прав и обязанностей, на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок. Во-вторых, данные сроки носят служебный характер. Иначе говоря, пропуск и стечение такого срока не оказывают правового влияния на гражданское процессуальное правоотношение. Суд обязан совершить предписанное процессуальное действие именно, поэтому к данной группе сроков неприменим институт восстановления, ст. 112 Гражданско-процессуального кодекса. Достаточно часто практикующим юристам в своей работе приходится использовать ст. 112 Гражданско-процессуального кодекса. Это возможность исправить ошибку. Когда срок пропущен, это на самом деле большая беда. Когда граждане обращаются с документами в суд, или до обращения в суд, в общем им приходит конверт, в этом конверте лежат какие-то документы. Граждане что делают? Конверт рвут, выбрасывают в урну, получается, а то, что внутри, в лучшем случае сохраняет и приносит юристу. Юрист смотрит эти документы, там нет никаких дат, либо даты слишком такие уже критичные. А конверт не сохранен. Я всем своим клиентам говорю, обязательно сохраняйте и конверт, и то, что в конверте лежит. А если вам приходит что-то на почту, никогда не игнорируйте этих писем. Всегда идите и получайте. Лучше знать, что вам пришло, содержание этого письма, чем гадать, соответственно, что вам прислали, потому что то, что вы уклоняетесь от получения письма, это приравнивается к тому, что вам вручили его. Лучше знать проблему и лечить ее, чем не знать и надеяться на то, что пронесет. Так вот, если конверт получили, его не выбрасываем. Почему? Потому что штампы, которые стоят на конверте, которые почтовая организация поставила, они имеют огромное значение именно для процессуальных сроков. Процессуальные сроки – это просто очень важный момент. Пропущен срок. Даже если ты прав, ты просто остаешься ни с чем. Да, ты проигрываешь дело только потому, что ты срок пропустил процессуально. Даже если ты прав. А если ты, соответственно, все, срок делаешь, ну там уже нужно просто добиваться своей правды дальше. Так вот, если все-таки срок пропущен, в некоторых случаях это не критично. Как я вам рассказывал про Сбербанк, они тогда пропустили трехмесячный срок. И что им стоило это? Сколько? Четыре с половиной миллиарда рублей. Всего лишь там юрист пропустил сроки. Я не знаю, работает этот юрист дальше в Сбербанке или не работает после этого. Жив ли он вообще? Не знаю. Ну, в общем, пропущенный срок стоил Сбербанку четыре с половиной миллиарда рублей. Вот. Вот насколько это важно. То есть, если касается квартиры, да, вы можете квартиру потерять из-за того, что вы просто пропустили сроки. Все можно потерять из-за того, что вы пропустили сроки. Поэтому это очень важно. И очень зря, что наш спортсмен спит. Спортсмен, проснись. Зачем сроки нужны в гражданском процессе? У меня сроки? Да. Сроки в гражданском процессе, чтобы не было этого. Чтобы одно дело не стояло на месте, чтобы прошел процесс. Ага. Что можно потерять, если сроки пропущены? Если сроки пропущены, кем вы пропущены? Судом или... Ну, тобой, например, пропущены сроки. То не будет, то нельзя будет подать иск, если на твое решение потратил. То есть, можно потерять то-второе дело? Проиграть дело можно, да. Вот я рассказывал про Сбербанк. Он пропустил сроки и потерял 4,5 миллиарда рублей. Просто... То есть, не важно, на какую сумму иск. Важно, что срок для юридических лиц не восстанавливается. Что? У него еще есть. У Сбербанка-то да, у него есть деньги, но так можно потерять и то, что есть, пропуская сроки. Значит... Причем, вот наши с вами деньги, да? Получается, государственный же банк. Значит... Это как... Все равно, что вы на поезд купили билет, поезд отправляется 2 часов 3 минуты. Вы пришли в 20 часов 10 минут, поезд уже ушел. Все, это ваши проблемы, что вы не успели на поезд. Так же и в суде. Если вы что-то не успели, поезд ушел. Поэтому всему свое время спать на ночью, на лекции нужно слушать. Я вам ответил вопрос, который мы вам задали. Ну, не совсем по теме. Но, видно, что первую часть лекции ты слушал. Данная группа сроков, которые совершаются самим судом. Во-первых, сроки для действий, совершаемых самим судом, устанавливаются только законом. То есть, это принципиальная разница между остальными видами сроков. При их установлении законодатель должен исходить из требований Европейской конвенции о рассмотрении дела в разумный срок. Во-вторых, данные сроки носят служебный характер. Иначе говоря, пропуск и стечение такого срока не оказывает правового влияния на гражданские процессуальные правоотношения. Суд обязан совершить предписанное процессуальное действие. Именно поэтому к данной группе сроков неприменим институт восстановления Гражданского процессуального кодекса 112-го статья. В-третьих, преодоление указанных сроков допускается в исключительных случаях лицами прямо указанными законом. Например, 382-я статья ГПК, часть 3. Применительно к срокам судебного разбирательства законодатель специально подчеркивает, что такое продление не должно вступать в противоречие с требованием осуществления судопроизводства в разумный срок. Часть 2-я статья 6.1 ГПК РФ. Я, возможно, оговорился, сказал, статья 6-я, когда я говорил о том, что можно на ускорение подавать, статья 6.1. На ускорение предусматривает. Процессуальные сроки по форме установления устанавливаются судом, устанавливаются законом, сроки для действия суда устанавливаются только законом, их пропуск не влияет на процессуальное правоотношение, продление сроков допускается в исключительных случаях лицами указанных в законе. Сроки для участников процесса устанавливаются как законом, так и судом Пропуск сроков имеет различные правовые последствия В отношении этих сроков применяется институт продления и восстановления Сроки совершения отдельных процессуальных действий При производстве в суде первой инстанции действуют в частности следующие сроки Срок вынесения определения о принятии к производству суда искового заявления Статья 133 ГПК устанавливает, что судья в течение пяти дней со дня поступления искового заявления Суд обязан рассмотреть вопрос о его принятии к производству суда Вот по этому призывнику Что там опять интересное в телефоне? Значит По поводу сегодняшнего истории с призывником Мы сегодня подали исковое заявление Его к отправке назначают на 17 число Судьи пять дней есть на то, чтобы со дня поступления искового заявления Рассмотреть вопросы о его принятии к производству суда Но это правда по ГПК получается Там административное судопроизводство идет Вот И есть риск того, что парни могут все-таки отправить Для этого что нужно делать? Писать обеспечительные меры, чтобы его не отправили в армию служить Либо судья в принципе может быть более расторопный И с момента подачи заявления в суд В военкомат об этом приложил документы Чтобы они все-таки не совершили ошибок Потому что даже если он будет находиться уже в поезде И судья примет заявление То решение призывной комиссии все равно приостанавливается И его придется вернуть То есть придется купить ему обратный билет И вернуть его в Вологду Срок вынесения определения об отказе в принятии к производству суда Искового заявления Данный срок составляет также не более 5 дней Что логически вытекает из содержания части 4 ст. 134 ГПК Срок вручения направления определения об отказе в принятии к производству суда Искового заявления и приложенных к нему документов Данный срок также составляет не более 5 дней Что вытекает из буквального содержания ст. 134 ГПК Также есть срок вынесения определения возвращения искового заявления Устанавливается, что определение возвращения искового заявления Должно быть вынесено в течение 5 дней со дня поступления заявления в суд Пока все логично, всем по 5 дней 5 рабочих дней Срок вынесения определения об оставлении искового заявления без движения Данный срок напрямую не регламентирован Но по смыслу ст. 133 Определение об оставлении искового заявления без движения Должно быть вынесено в пределах срока В течение которого суд обязан вообще рассмотреть вопрос О принятии искового заявления к производству Сроки рассмотрения разрешения гражданского дела По общему правилу рассмотрение разрешения гражданского дела Должно завершено судом до истечения двух месяцев Со дня поступления заявления в суд Мировыми судьями в течение месяца ГПК не дает четкого ответа на вопрос о том Что считать окончательным сроком рассмотрения и разрешения дела Но пленум Верховного суда указал Что окончание срока рассмотрения и разрешения дела Является день принятия судом решения по существу Либо вынесения определения о прекращении его производством Или об оставлении заявления без рассмотрения Также есть срок вынесения судебного приказа В соответствии со статьей 26 Он также составляет 5 дней со дня поступления заявления О вынесении судебного приказа в суд Также есть срок вынесения определения возвращения заявления О вынесении судебного приказа Он составляет 3 дня То есть в данном случае начинается уже пересортиться где-то в 5 дней, где-то в 3 дня. Я подожду и все на YouTube потом подождут. Что там смешного? Вы смеетесь, смеетесь. Я не реагирую, но это не значит, что я не слышу, что вы смеетесь. Я тоже человек, я тоже могу засмеяться, когда получается, но это будет неуместно в эфире. Я вроде ничего такого смешного-то не рассказываю, что у вас там все смех для смех. Наушники чего-то в уши вставлены, наверное видео какое-то смотрите. Если спокойно будет, я, честно говоря, тоже не самый дисциплинированный студент был. И у нас, когда было занятие по физике в школе, у нас парта были неудобные. Вот у вас мягкие стульчики такие, можно еще более-менее сидеть. А мне с моим ростом неудобно было на жестких скамейках сидеть, которые из того, что у вас столешницы выполнены, из того и скамейки были выполнены. Мне всегда хотелось откинуться, как-то поменять позу. Нас заставляли сидеть, как, соответственно, на картинке. Из-за того, что мы в развалочку сидели, нам тоже ставили двоечки. Я буду тоже двоечки тогда выставлять, вспомню своего, директора нашей школы. Но я ее до сих пор помню, потому что она нас жизненно учила. Она нас дисциплину призывала. Давайте мы по двоечке расставим, вот ребятам, которые никак угомониться не могут. Вам двоечка и вам. Продолжаем. Срок высылки копий заочного решения. В соответствии с частью 1, статьи 236 ГПК РФ. Знаете, что такое заочное решение? Это когда ответчик не является в судебное заседание. И если истец согласен, не возражает на рассмотрение дела без участия ответчика, то судья принимает заочное решение. Поскольку ответчик не участвовал в деле, то заочное решение ему должно также быть направлено. Так вот, не позднее, чем в течение трех дней со дня его принятия должно быть направлено. Опять же, да, там, где пять, где три. Вот зачем? Взяли бы все по пять дней, и было бы все просто. Но зачем-то три дня. И вот нужно в голове это держать. А еще, когда поменяет какой-то срок, вот все, что ты выучил, как бы, да, здесь, вот в этой лекции у меня мало таблиц использовано, потому что там это неблагодарное дело. Таблицу составили, например, в 15-м году. За это время поменялись несколько сроков, и эта таблица уже сразу неактуальна. Если бы я вам ее включил, я бы, получается, вас дезинформировал. Вот, поэтому приходится вот все с печатным текстом работать, без таблиц. Так вот, три дня с момента его принятия высылается заочное решение. И суд, не присутствующим в судебном заседании, и просивший суд рассмотреть дело в его отсутствии копия заочного решения, суда высылается так же не позднее, чем в течение трех дней со дня его принятия. Вот у меня завтра судебное заседание. Еще двоечки поставьте, говорящим нашим. Да, еще по двойке получите, и сразу большая двойка в журнал пойдет. Ну да, у Кирилла повезло, а соседа подставляет. Завтра у меня суд, например, в Архангельской области, я представляю истца. Судя по тому, какие до этого состоялись судебные акты, там несколько дел взаимосвязанных, я думаю, что решение судей будет в нашу пользу. И у меня тем временем дело еще есть здесь, в арбитражном суде Вологодской области. Я не могу раздвоиться. Мне нужно в одно время находиться в Архангельском арбитражном суде и в Вологодском арбитражном суде. Я поэтому иду на такую меру, как написать заявление, что я прошу рассмотреть дело без участия истца и его представителя. Исковые требования поддерживаю в полном объеме. Прикладываю документы, которые суд запрашивал, и через систему «Мой арбитр» могу отправить в электронном виде. Она моментально туда дойдет. Суд, соответственно, эти документы распечатает, приобщит к делу мое ходатайство и будет рассматривать без меня. Сейчас на фоне пандемии практически все судебные акты высылаются сторонам. Раньше судебные акты нужно было приходить, получать через канцелярию. Сейчас суды все это сами направляют. Но для заочных решений прямо срок даже предусмотрен. Три дня для направления. Также есть срок рассмотрения заявления об отмене заочного решения. Данное заявление должно быть рассмотрено в течение 10 дней со дня его поступления в суд. То есть, если суд принял заочное решение, у ответчика всегда есть шанс обжаловать его в порядке отмены заочного решения. Но для этого нужно привести два аргумента. Первый. Почему ответчик не пришел по уважительной причине в суд? Почему он пропустил судебное заседание? И второй аргумент. Нужно привести доказательства, которые могут повлиять на содержание решения суда. То есть, почему суд допустил ошибку? Почему у него не было суда документов каких-то значимых, аргументов каких-то значимых, и он принял такое решение? То есть, одновременно, если докажет ответчик, что срок пропущен, что он не явился в судебное заседание по уважительной причине, и у него есть что сказать, тогда суд отменяет заочное решение и рассматривает дело снова сначала. Но если отказывает суд в удовлетворении заявления об отмене заочного решения, тогда у ответчика есть право на подачу апелляционной жалобы. При этом нельзя сразу подать апелляционную жалобу. Сначала нужно попытаться отменить заочное решение, и после этого только можно, если будет отказано в отмене заочного решения, можно обращаться с апелляционной жалобой. Срок рассмотрения заявления о сложении или уменьшении судебного штрафа предусмотрен частью 1 статьи 106 ГПК. Данное заявление рассматривается в 10-дневный срок, однако ГПК не регламентирует, с какого момента исчислять указанный срок. Срок рассмотрения заявления об обеспечении иска как я говорил, рассматривается в день его поступления в суд. Сроки составления и подписания протоколов. В соответствии с частью 3 статьи 230 ГПК протокол судебного заседания должен быть составлен и подписан не позднее, чем через 3 дня после окончания судебного заседания. Протокол отдельного процессуального действия не позднее, чем на следующий день после дня его совершения. То есть опять смотрим. У нас обеспечение иска 1 день, но это оправданно, я считаю, в день поступления. А вот протокол судебного заседания опять 3 дня устанавливают. И опять получается, где 3 дня, где 1 день, где 5 дней, соответственно. Это даже юристы, которые постоянно практикуют, могут путаться в этих вещах. При этом, получается, протокол отдельного процессуального действия не позднее, чем на следующий день после дня его совершения. Опять же, да, соответственно, с протоколами даже 2 срока разных. Кому как нравится, потом в ютюбе могут меня засыпать. Кто-то говорит с протоколами, кто-то говорит протоколами. Ударения разные. То есть в каждом регионе Российской Федерации могут быть разницы эти ударения. Это не значит, что где-то правильно, где-то неправильно. И так, и так правильно. Я считаю. Как с фамилиями. То есть у каждого свое ударение в фамилии. И при этом у родственников, родственники могут называть себя по-другому. И все будут правы при этом. Как в русском, английском языке у нас ударение на определенные слоги, у них на другие определенные сроки. Как я помню, там, по-моему, на первый слог в английском языке в основном ударение идет. Срок рассмотрения замечаний на протокол. Замечания на протокол должны быть рассмотрены в течение 5 дней со дня их подачи. То есть протокол вроде как составляется 3-дневный срок. Тут зачем-то 5-дневный срок устанавливают для того, чтобы рассмотреть эти замечания. Опять путаница возникает. Срок принятия судебного решения. Решение суда принимается немедленно после разбирательства дела. Здесь разумно получается. Чтоб судья не передумал. Вот сейчас и здесь берет и принимает решение. Чтоб не переходил к рассмотрению других дел. И не забывал, в чем разбирались мы в этом деле. Я вот каждый раз начинаю занятия с того, что проверяю остаточную память с прошлого урока. И видно, что если бы я вас спрашивал во время урока, вы могли бы отвечать по существу более эффективно. А остаточная память, она с каждым днем все больше и больше стирает информации. Поэтому если вы не готовитесь к занятию, поэтому вы не можете ответить по существу. А если конспект не ведете, то и вовсе у вас шансы на ответ стремятся к нулю. Срок составления мотивированного судебного решения. Составление мотивированного решения составляет не более чем 5 дней. Некоторые судьи с этим грешат. Например, у меня летом был тоже арбитражный процесс. 23 июня дело состоялось. А по состоянию на 17 июля решение до сих пор не было изготовлено судей. Хотя в арбитражном процессе судьи также должны изготавливать решение в 5-дневный срок. Сначала они делают результивную часть, а потом выкладывают мотивировочную часть. Решение целиком. И не было никакого решения мотивированного, а обжалуется вышестоящую инстанцию именно мотивированное решение, где указано, почему судья приняла именно такое решение, а не другое. И, соответственно, судьи, если грешат, можно написать на них тоже жалобу, на то, что они нарушают сроки изготовления такого решения. При этом мировой судья составляет мотивированное решение в течение 5 дней со дня поступления от лиц участвующих в деле и их представителей заявления о составлении мотивированного решения суда. Дело в том, что раньше мировые судьи писали решение по всем делам. А потом законодатель, поскольку мировой судья рассматривает не такие значительные дела, он также упростил эту процедуру и позволил мировым судьям не писать мотивированные решения. Так вот, если поступает жалоба апелляционная, либо заявление от представителей о составлении мотивированного решения, то судья должен такое решение изготовить мировой в течение 5 дней. Сроки рассмотрения дела по апелляционным жалобам, представлениям. Вот мы про прокурора сегодня вспоминали, никто не сказал такое слово, что представление. Прокурор у нас подает представление в суд, не жалобу. Верховный суд Российской Федерации рассматривает поступившие по апелляционной жалобе представления дела в срок, не превышающий 3 месяцев, а остальные апелляционные суды в срок, не превышающий 2 месяцев со дня его поступления в суд апелляционной инстанции. То есть, опять же, путаница. Кому-то 3 месяца Верховному суду, другим апелляционным судам нужно рассматривать 2-х месячный срок. Почему бы не установить общий какой-то срок? 2 месяца и все. Сроки рассмотрения дел по касационным жалобам, представлениям. Не более 2 месяцев со дня поступления касационных жалоб. Представление с делом в суд касационной инстанции. Вы сами как думаете, лучше оставить, чтобы у каждого процессуального срока был свой период? 1, 5, 7 дней, 30 дней? Или какой-то общий знаменатель, чтобы был? Да, я не понимаю, кто пишет законы, зачем они так делают. Это как будто, что путались. Наоборот, закон должен быть так написан, чтобы в нем никто не путался. Он должен упрощенно сделан быть так. Или иначе это к крючкотворству такому ведет. И простые граждане, они не в состоянии эти все сроки-то зазубрить даже и выполнить. В случае, если касационная жалоба поступила в суд касационной инстанции до окончания срока ее подачи, срок рассмотрения касационной жалобы исчисляется со дня истечения срока подачи касационной жалобы. Это все равно, что по разминированию много проводков, надо какое-то перерезать. Вот у вас будет на следующем занятии, я проверять буду по срокам, и вот вы мне будете где-то 1, где-то 3, где-то 5 дней, где-то 2 месяца, где-то 1 месяц, где-то 3 месяца. Будете плавать по этим, получается. И будете получать не пятерки, а плохие оценки. То есть, очень внимательно подойдите к этим срокам. Будем эту пытку вместе проходить. При производстве в надзорных инстанциях действуют, в частности, следующие сроки. Срок возвращения надзорной жалобы о представлении составляет 10 дней со дня поступления в суд надзорной инстанции. Ну, это если также надзорная жалоба не соответствует требованиям действующего законодательства. Вообще, по моим наблюдениям, надзорная инстанция как работает? Направляешь туда документы, и есть риск нарваться на здравый смысл. То есть, возможно, твою жалобу зацепят, и твое дело будет рассмотрено. Возможно, его истребует надзорную инстанцию и рассмотрят по существу. Большинство жалоб, наверное, все-таки поступает, как к Леониду Аркадьевичу Якубовичу. В огромных мешках, получается, на поле чудес. И, естественно, они в каждой программе не разгадывают эти кроссворды. Скорее всего, они просто из мешка с письмами достают какое-то случайное письмо и приглашают человека на игру. Здесь точно так же, мне кажется, дело твое, как в лотерее участвует. Будут рассматривать его, не будут по существу. Возможно, что-то меняется. Но, мне кажется, сидят просто на... Даже не сами судьи, а секретари. И готовят зачастую отписки, что нет оснований для передачи дела в суд надзорной инстанции. И возвращают те материалы. Авета сам до глубины души уверен, что суды приняли неправильное решение. Они не обратили внимания на фактические обстоятельства. Применили закон, не подлежащий применению. Или применили закон... Ну, в общем, не тот применили закон. Или не применили тот закон, который нужно было применить. В общем, ошибки ты знаешь, что есть в деле. Но там сидят секретари или помощники, или просто специалисты, которые просто отсылают большинству граждан на эти письма обратно. Возможно, они в этой груди писем ищут те дела, которые судебную практику формируются по этим делам. Возможно, некоторые судьи сами разбирают эти все конверты. Сами все это читают и пишут по этим судебные акты. Но я чисто физически не представляю, как бы это судьи делали, потому что со всей России огромный вал писем идет. И судье нужно еще какой-то судебный акт по этому письму принять. То есть, наверное, технически это нереально сделать. Поэтому большинство писем просто возвращают обратно. Сейчас еще более-менее прозрачная эта вся система стала. То есть, можно на сайте отследить движение дела твоего. Посмотреть, сроки нарушаются, не нарушаются. А вот раньше отправляешь письмо в Верховный суд, и тебе вообще никакого ответа оттуда нет. Ничего не приходит тебе в ответ. И сайтов-то не было, получается, у суда. И ничего туда не выкладывали. У нас надо похвалить вологодские суды. Более-менее все работает. То есть, судьи выкладывают решения, айтишники это все на сайте размещают. А вот в Московской регионе там не все так хорошо. Вроде как у них и технологии передовые, но тем не менее дисциплина хромает. И зачастую на сайте мало что найдешь. Может связано с большой какой-то нагрузкой на суде. Хотя у вологодских судей тоже нагрузка огромная. Срок рассмотрения надзорной жалобы или представления прокурора. В соответствии с частью 1 статьи 391.1 ГПК надзорная жалоба рассматривается в срок не более чем 2 месяца, если дело не было истребовано, и не более чем 3 месяца, если дело было истребовано, не считая времени со дня истребования дела до дня его поступления в Верховный суд. Здесь разумно, что пробег почты вычитают из этого срока. Начало течения срока рассмотрения и разрешения дел подсудных в Мировом суде определяется днем принятия заявления к производству. По всем другим делам днем поступления заявления в суд. Окончанием срока рассмотрения и разрешения дела является день принятия судом решения по существу, либо вынесение определений о прекращении производства обоставления заявления без рассмотрения. Процессуальные сроки определяются, могут определяться согласно части 2 статьи 107, точной календарной датой с указанием конкретного времени, например, при отложении разбирательства дела назначается дата нового судебного заседания, там и дата, и время указываются, указанием на событие, которое должно неизбежно наступить, и периодом времени. В силу прямого указания закона, часть 2 статьи 107, в случае, когда процессуальный срок определяется периодом, процессуальное действие может быть совершено в течение всего периода, например, в рамках процедуры приказного производства должник вправе представить свои возражения относительно исполнения судебного приказа в течение 10-дневного срока с момента получения судебного приказа. Вот, видите, еще 10-дневный срок там, 30-дневный есть срок на обжалование решения, 15-дневный на то, чтобы частную жалобу подать, и 10-дневный срок у нас для отмены судебного приказа, то есть дополнительная мина на этом минном поле вам, пожалуйста, вот расставлена. Статья 128 ГПК. Такое впечатление, что, может быть, этот кодекс писали разные авторы, и кому какие сроки нравились, они те и ставили, получается. А если бы какая-то была кисметическая работа над кодексом проведена, так вот в ютюбе будут смотреть меня, будут авторы новых и новых редакций Гражданско-операционного кодекса, прислушайтесь, вот тут студенты сказали, сказали, что да, надо все как-то под один знаменатель. Это не только для студентов удобно будет, но и для практикующих юристов. Представляете, нас услышат. Да, вот раньше я не думал, что моя лекция по арбитражному процессу будет номер один в русском ютюбе. Ну, так и есть, она номер один в русском ютюбе. Представляете, мы сейчас тут сидим, двоечки, пятерочки расставляем, а потом раз нас услышат, и все сроки будут по пять дней там, да, допустим. На обжалование, пожалуйста, все по месяцу будут. На вышестоящие суды, пожалуйста, по два месяца. Все, три срока сделать. Ну, еще вот на обеспеченные меры оставить, я согласен, в день поступления заявления в суд. Вот, да, пожалуйста, рассматривайте. И все, четыре срока, их достаточно выучить, и всем будет более-менее понятно, адекватно. Потому что разница 10 дней или 15 дней, она вот не критична, но зато как бы люди по ошибке, как бы, да, могут пропустить 10-дневный срок, будут думать, что в 15-й или в месячный срок это сделать. В общем, непонятно зачем. Вот, следует обратить внимание, на то, что в течение срока начинается вне зависимости от того, какой рабочий или нерабочий день следует за датой событием, определяющей его начало. Как вы думаете, если у нас окончание срока выпадает на нерабочий день, например, на воскресенье или на праздничный день, нужно документы подать в суд до выходного, до этого нерабочего дня, или можно после. Вот первая часть ответа, я бы тебе пятерку поставил, а потом, ну это смотря, ты поехал не в ту степь. Вот до выходного тоже верно. Вообще лучше заблаговременно, да, как с вождением автомобиля. Когда нужно показывать поворотник? Заблаговременно, да. Также есть подача документов в суд, лучше заблаговременно их подать, чтобы потом не получилось так, что в последний день срока кто-то заболел, суд не работает, таксист не приехал, почтальон, почта закрыта по техническим причинам, еще чего-нибудь. Лучше заблаговременно, меньше нервов потратите потом, если что-то пойдет не так. И вот сейчас перед тем, как к вам уйти, я подготовил исковое заявление по этому призывнику, и можно это все отправить в электронном виде, но все равно нужно в военкомат отправлять почтой России, поэтому нужно идти на почтовое отделение, либо в какую-то почтовую службу, у нас есть там информкурьер, городская почта в Вологде, вот они, кстати, в 4 раза дешевле, чем почта России отправить письма стоит. Там они делают с описью письмо там за 60, по-моему, рублей, а на почте России сейчас 200 рублей письмо отправить. А нужно с изменением законодательства, опять же, гражданского процессуального, сейчас письма отправлять с описью сторонам, для того, чтобы суд видел, что отправлены конкретно в исковое заявление. Раньше все исковые заявления, все экземпляры отправлялись в суд, и суд сам рассылал вместе с повестками все, что приложено к исковому заявлению, включая исковое заявление, весь исковой материал. Вам по двоечке. Правильно я услышал. Спасибо тебе за помощь. Но не надо по голове девушек бить. Вот. На чем я остановился? Потому что по двоечке постоянно выпадает 10 рублей. Это правильно, да. Что-что? Да. Вообще, если окончание срока выпадает на нерабочий день, то можно подать первый рабочий день после этого. То есть, если на воскресенье, на субботу выпадает, мы можем подать в понедельник во время работы суда. Но поскольку сейчас из-за пандемии в суд вообще невозможно подавать документы, они не принимают граждан, то все происходит либо через электронные сервисы, либо через почту. Так вот, чем удобна почта? Ты можешь, уже рабочий день суда закончился, ты идешь там в 9 часов, если есть почтовое отделение, которое круглосуточно работает, можешь идти там хоть в 11 часов, ну, до закрытия почты. И штамп, который они поставят, и даже если уже суд не работает, ну, допустим, нужно подать 14 декабря, сегодня понедельник, да, вот, а срок у меня горел, допустим, вот 13-12 числа у меня крайний срок был. Я могу сегодня подать, в понедельник, и будет рассмотрено дело, ой, и если я пойду сегодня после работы даже это подам через почту, по штампу почты будет это считаться. Даже если на чеке почтовом будет указано уже не рабочее время, это значение не имеет. Главное, что дата будет сегодняшняя, 14 декабря 2020 года. Что это значит? Бывает накапливаются какие-то дела, и ты уже не успеваешь их вовремя подать, но вот понедельник, это вот последний день, когда ты можешь еще спасти ситуацию. Потом придется подавать заявление о восстановлении процессуального срока на основании 112 статьи, объяснять, по какой вложительной причине ты не смог это подать вовремя, и доказывать какие-то еще дополнительные вещи. То есть, чтобы не создавать трудности, понедельник для всех спасения. Следует обратить внимание на то, что течение срока начинается вне зависимости от того, какой рабочий или не рабочий день следует за датой событием, определяющей его начало. Окончание процессуальных сроков определяется по правилам статьи 108 ГПК. Процессуальный срок, исчисляемый годами, например, абзац 2 части 2 статьи 290 истекает в соответствующие месяцы и число последнего года срока. Исключение составляет лишь случай, когда окончание срока исчисляется годами, приходится на 29 февраля. Если год, в который срок истекает, не является високосным, датой окончания срока следует считать 28 февраля соответствующего года. Срок, исчисляемый месяцами истекает в соответствии с числом в соответствующее число последнего месяца срока. В случае, если окончание срока исчисляется месяцами, приходится на такой месяц, который соответствующего числа не имеет, срок истекает в последний день этого месяца. И там не учитывается, когда месяцами исчисляются сроки, не учитываются рабочие и нерабочие дни. Рабочие и нерабочие дни учитываются только, когда срок днями исчисляется. В случае, если последний день процессуального срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день. А в арбитражном процессе, если срок установлен, то это не когда тебе надо на почту сходить, это срок, когда документы должны поступить в суд. То есть ты на почту пришел, потом еще почтальон 2-3 дня, а то и неделю, в зависимости, если ты не по городу отправляешь, а в другой регион. Там может идти письмо, там по России может и 2 недели это составлять. А вот в арбитражном процессе ты должен так заблаговременно все отправить, чтобы уже к назначенной дате в суд они поступили. Причем в арбитражном суде города Москвы там и вовсе все документы нужно отправлять минимум за 5 дней до судебного заседания, чтобы в суд они поступили. У нас в арбитражном суде Вологодской области попроще ситуация, стороны некоторые умудряются приносить дела, документы прямо в судебное заседание, и суд может принять такие документы. А в арбитражном суде города Москвы у тебя и принимать их в заседание не будут, потому что ты их не направил заранее через картотеку арбитражной, через мой арбитр. Мне не очень хочется вам большую двойку выводить, ребят, поэтому без хи-хи-ха-ха, давайте. Да я вижу ведь все, мне тут не надо ничего доказывать. Процессуальное действие, для совершения которого установлен процессуальный срок, может быть совершено до 24 часов последнего дня срока в случае, если жалобы, документы или денежные суммы были сданы в организацию почтовой связи до 24 часов последующего дня срока, срок не считается пропущенным. В случае, если процессуальное действие должно быть совершено непосредственно в суде или другой организации, срок истекает тот час, когда в этом суде или этой организации по установленным правилам заканчивается рабочий день или прекращается соответствующая операция. Течение всех неистекших процессуальных сроков приостанавливается одновременно с приостановлением производства по делу. Со дня возобновления производства течение сроков продолжается. В сроке, исчисляемые днями, не включаются ни рабочие дни, если иное не установлено настоящим кодексом. Этот абзац введен федеральным законом от 28 ноября 2018 года, а вступил в силу, если не ошибаюсь, в октябре прошлого года 2019. Последствия пропуска сроков. Назначенные судом процессуальные сроки для действий, совершаемых участниками процесса и иными лицами, обязанными выполнять предписание суда, могут быть продлены судом. Поводом к вынесению определения продления, установленного судом срока, является, как правило, ходатайство заинтересованного лица. Однако суд вправе продлить процессуальный срок и по собственной инициативе. При продлении срока суд должен учитывать императивные требования закона. Например, в процедуре вызывного производства продление срока, в течение которого лицу, выдавшему документ, запрещается производить по нему платежи и выдачи, ограничено двумя месяцами. Лицам, пропустившим установленным федеральным законом процессуальный срок по причинам, признанным судом уважительными, пропущенный срок может быть восстановлен. Заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока подается в суд, в котором надлежало совершить процессуальное действие, одновременно с документами, которые мы подаем, там, жалобу, например, или что. Из данного правила есть исключения. Заявление о восстановлении срока для конституционного надзорного обжалования, а также о восстановлении срока для подачи жалобы представления председателю Верховного суда или его заместителю подается в суд, рассмотревший дело по первой инстанции. Продление срока Спасибо. Спасибо.